Две пары рук, степлеры и новенькие рулоны. Несколько минут и на остановке общественного транспорта красуется футболист. Плакаты к чемпионату мира стали вешать в городе с начала года, но менять их приходится не потому, что они намокли или оборвались ветром. Режут, жгут маркером и подрисовывают. Как обычно молодежь занимается вандализмом. Если он порезанный, мы снимаем новые вешаем. Если маркер, то мы можем оттереть, если оттирается. Но в конечном итоге по большей части он не оттирается. Маркер приходится делать полный демонтаж и монтаж нового баннера. Баннеры сделаны из специального материала, подобного клеенки. Внутри протянута нить, которая не позволяет порвать плакат вручную. Поэтому вандалы используют ножи и зажигалки. Такую бы энергию да в мирное русло, говорят жители. Это бесконечное отрывание, обрывание. Это грязь. Во-первых, мусор. Даже имея вот урну рядом, все равно люди как бы. Инталитет наш, наверное, уже такой. Приятно подойти, когда все красиво. Никакие объявления глупые не висят, что что-то там продается и меняется. На балансе Самараинформресурса 486 остановок, расположенных во всех районах города. Бригады ежедневно обследуют их и исправляют недостатки. Эту остановку жители Куйбышевского района называют несчастливой. Вандалы мало того, что отрывают футбольные плакаты, так еще и выносят листы фанеры и ломают лавки. Сейчас новые фанеры установлены, и скоро здесь появятся новые футбольные баннеры. Но сколько они продержатся, никто не знает. Один из плакатов предупреждает, за порчу имущества полагается штраф до 2000 рублей. Другой призывает жителей бережнее относиться к городу, ведь чистота и порядок зависят только от нас самих. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.